Подкаст создан студией Растрига Док. Каждая пятая женщина в мире страдает железодействительной анемии. Вообще странно, что только про одну женщину говорили железные леди. Вам всем столько железа надо, что вы в целом все железные. Нет плохой крови, кровь обновляется сама. Не надо все-таки, мне кажется, здесь игнорировать всю эту науку и возвращаться в 17 век к пиявкам и кровопусканиям. В целом все равно можно сказать, что, конечно, основной источник железа для человека — это мясо. Ну, как ни крути. Но говорят, что зеленая гречка способствует. Все быстро за зеленой гречкой. Да. Это подкаст «Накопились токсины» и его ведущий душнозожник амбассадор зеленой гречки Игорь Кун. И гречка сегодня не раз еще будет упомянута. Ведь говорить мы будем о железе, разных дефицитах, и о чем нам может рассказать кровь. С нашим невероятно выражительным экспертом, гематологом-онкологом, кандидатом медицинских наук Евгением Медведовской. Здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос, который помогает понять, какая проблема больше всего волнует и с чем в основном сейчас приходит. Собственно, с чем обращаются к вам люди? Конечно же, с железодефицитом, железодефицитной анемии. Это просто проблема номер один, с которой обращаются к гематологу. На втором месте это проблемы гемостаза беременных, невынашивания, риски тромбозов. На третьем месте это просто люди приходят с изменениями в анализе крови и хотят понять, с чем это связано, критично это или нет. И дальше уже идут более такие узкие гематологические патологии. А давайте начнем, может быть, сначала, что такое кровь, чтобы люди разобрались. Кровь состоит из двух основных частей. Это плазма, такая прозрачная жидкость, в которой плавают элементы крови, то есть клетки крови. Эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Это то, что, подозреваю, в народе называют сукровицы, когда вот типа ты порезался, и у тебя такая желтенькая штучка выделилась, да? Ну, типа того, да-да-да, вот плазма такая. Если она розовенькая, то там примесь эритроцитов. Ага, так. Вот это две главные составляющие. Вообще крови, которую мы видим, она такая красная за счет эритроцитов. Потому что именно они обладают таким насыщенным красным цветом. Есть еще, слышал, дурная кровь, горячая кровь. И, наверное, кровь тех, кто завтракает на патриарших, голубая кровь. Да. Существует? Ну, существует, да. Интересно, показала бы голубую кровь вскрытие текста, который говорит, в будни на патриарших. Кто они там на самом деле? Вот, у вас же на подкасте был патологоанатом. Да-да-да. Так что... Ему виднее. Какие, наверное, заболевания в целом бывают? Потому что мы все бегаем сдавать анализы. Кстати, почему мы сдаем анализы натощак? Вот. На самом деле, далеко не все анализы нужно сдавать прямо-таки натощак. Да, самое главное, не нужно сдавать после какого-то плотного приема пищи, калорийного. То есть легкий завтрак, попить воды, чаю вполне можно. Прием пищи может влиять как-то критично на такие показатели, как глюкоза. И насколько, если я правильно помню, это холестерин, липопротеины, липидные профили. Остальные показатели крови, допустим, на общий анализ крови, прием пищи не влияет. Единственное, что если это будет очень калорийный прием пищи, насыщенный, то вот это как раз-таки плазма, да, то есть вот сыворотка крови, она может быть очень такой хилезной, как бы жирной, и это может повлиять на погрешность в анализах. Поэтому легкий завтрак, конечно, можно. Не нужно идти в предумарочном состоянии, голодным в лабораторию. Если не собираетесь сдавать холестерин и липидный профиль. А, тогда, наверное, раз уж мы в анализах, просто спрошу, а что нам могут показать анализы? Все ли мы можем выявить сегодня в анализах крови? Потому что как бы кто-то говорит, что скоро вообще там и рак груди будем определять по анализу крови, по одной капле. Насколько это реально? Есть сейчас, ведутся такие исследования по выявлению онкологических заболеваний по анализу крови. Он заключается в том, что в крови выявляют циркулирующие ДНК опухоли. И у меня был такой интересный случай, чтобы это было наглядно. Беременная женщина сдала НИПТ, это специальный генетический анализ крови женщины, чтобы исключить какие-то хромосомные аномалии у её плода. После 10 недель можно сдавать этот анализ, или после 8 недель беременности. И пришёл ответ, что всё хорошо, то есть риск хромосомных аномалий у плода низкий, но исключите, пожалуйста, у женщины онкологическое заболевание. То есть генетики увидели, кроме... То есть они увидели, скорее всего, у неё циркулирующую опухолевую ДНК или что-то вот наподобие этого. То есть вот за этим, наверное, и будущее. Пока это нет в широком применении, но вот такая работа идёт. Здорово. А так много вообще нам кровь может рассказать о нас? Много, конечно. И там, не знаю, образ жизни. В том числе. Да, ну это понятно. Пустим, например, это либо протеин низкой плотности, наверное, будут повышены, если человек так себе следит за собой. Что ещё может быть, не знаю. Допустим, если человек вегетарианец, у него может быть анемия или просто дефицит В12, витаминовая группа В, железо, как вариант. Или если человек занимается регулярным донорством, является почётным донором, у него может быть анемия. Так, ну тогда давайте про неё самое, про анемию. А дефицитарная анемия, наверное, с чего начать человеку? Как её диагностировать? Как понять, что она у тебя есть? Если ты не вегетарианец. В целом мы регулярно, наверное, каждому человеку хотя бы раз в год нужно сдавать общий анализ крови, ну какой-то чекап проходить индивидуальный. И если в общем анализе крови есть какие-то изменения характерные для дефицита железа, то нужно копать, начать в эту сторону. Или часто приходят к терапевту, особенно чаще всего это именно женщины, с жалобами на усталость, сонливость, слабость, утомляемость, выпадение волос, апатию, смену настроения резкую, перепады настроения, раздражительность. Там огромный-огромный список вот таких жалоб. Это я с утра в понедельник. Да. Вот у них это каждый день, и вроде как неспецифические такие симптомы. Но в первую очередь здесь даже при нормальном общем анализе крови нужно исключить дефицит железа. Так. А может быть, еще что может привести к анемии? Какие-то... Ну, то есть, допустим, скажем так, насколько сильно влияет рацион питания? Рацион влияет только в том случае, если человек вегетарианец или веган. Много лет, наверное, да? Ну, даже в течение года, я думаю, что это может отразиться. Особенно если вот жесткий веган, вообще исключены все продукты, основные железосодержащие. В целом, все равно можно сказать, что, конечно, основной источник железа для человека – это мясо. Ну, как ни крути. И, соответственно, если там год человек страдал веганством, потом, не знаю, у него может быть какая-то поломка еще, наверное, в организме. Почему может случиться дефицитная анемия? Поломки... Есть редкие-редкие формы железодефицитной анемии, наследственные в результате мутации. Это ирида. Ирида – такой диагноз. Но это очень редко. То есть я в своей жизни с ним не встречалась. Прям вот казуистика. А так, есть несколько причин для развития дефицитарной анемии. Это нарушение поступления железа или витамина В12 с пищей. Опять же, я не против веганов и вегетарианства. Просто, допустим, человек должен знать, что он в группе риска, и он даже может обратиться к хорошему, грамотному диетологу, чтобы постараться свой рацион составить таким образом, чтобы максимально компенсировать и время от времени все равно чекать ферритин В12, чтобы не запустить эту ситуацию. Значит, причины элементарные, когда не поступает достаточно количества железа витамина В12 с пищей. Причины, когда поступает, но не всасывается. То есть это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, например, атрофические аутоиммунные гастриты, целиакия, когда нарушено всасывание железа В12 в желудке, в тонком кишечнике. Это могут быть операции на желудке, если была резепция желудка или бариатрические операции, когда объем желудка оперативным путем уменьшают с целью снижения веса. Дальше это могут быть, наоборот, потери. У женщин это обильные менструации, какие-то кровотечения, геморроидальные кровотечения, болезнь крона, например, когда при обострениях случаются кровотечения в толстом кишечнике. Почему же тогда женщины, ну, точнее, давайте коснемся главной темы, потому что женщины в основном страдают анемией. Ну, во-первых, как им понять, что все-таки, наверное, что месячные обильные, здесь есть какие-то опорные точки. Да, здесь есть критерии, да. Далеко не каждая менструация считается обильной. Иногда это очень субъективно, да, такой момент. И есть определенные критерии. Женщина не должна терять в сутки больше 80 миллилитров крови в сутки, да, при менструации. Если женщина пользуется, например, менструальной чашей, это проще отследить. Если нет, то есть такие критерии, как должен быть соблюден хотя бы один критерий, чтобы менструация считалась обильной. Первое. Если приходится менять средства гигиены в течение дня чаще, чем раз в три часа. Стандартное средство гигиены, какую-то там стандартную прокладку. Второе. Если приходится вставать по ночам в связи с тем, что средство гигиены переполняется, его нужно поменять. Третье. Если есть сгустки больше 2,5 сантиметра в диаметре, ну или больше там 5-рублевой монетки в диаметре, чтобы было проще ориентироваться. Если хотя бы один из критериев присутствует, то менструация обильная, и с этим нужно что-то делать. И женщина в группе риска по развитию дефицита железа и анемии. Если муж еще, вы проснулись, а муж кричит, и все в крови, то, скорее всего, это тоже один из сигналов. Да. И еще, если женщина использует в течение дня или ночи и прокладку, и тампон, они иногда говорят, нет, я никогда не встаю по ночам. А потом выясняется, что там и ночная прокладка, и тампон, и только тогда она не встает ночью. Ничего себе. То есть там несколько этапов защиты. Да. И как же тогда быть? Вот человек выявляет анемию, что с этим делать? Во-первых, всегда ли бежать к гематологу? Он же, наверное, не знает вообще про ваше существование. Да. Ну, в идеальном мире терапевт на первых каких-то этапах может справиться с дефицитом железа. Но это в идеальном мире. То есть он может, если что-то непонятно ему, если он не справляется, если не получается, тогда уже направить к гематологу. Но, как правило, терапевты сразу направляют к гематологу или пытаются долго и безуспешно бороться сами. Два варианта. Потому что знание, к сожалению... Не потому что... Просто вот качество знания страдает. Появляются какие-то новые информации, много информации по лечению дефицита железа, и вот ее как-то доступность нарушена. Поэтому, да. Так, но я слышал еще, что бывает не только дефицит, что бывает и перебор железа, и тут как бы сразу высовываются уши людей, которые говорят, что у них синдром Жильбера или что-то такое. Ну, в общем, перебор железа может быть в организме человека, если он не терминатор? Может быть. Или железный человек. Кстати. Айронмен. Может быть, если был перебор с препаратами железа, чаще всего именно даже не с пероральными, а внутривенными. Если как-то некорректно была посчитана доза, режим лечения. Или если у человека есть заболевание под названием гемохроматоз. Это наследственное заболевание, когда у нас там зашкаливает ферритин, который может накапливаться в печени. Ну, да, вот реальное заболевание, которое проявляется перегрузкой железом. Это гемохроматоз. Я еще вспомнил. Вообще все россияне после майских тоже, мне кажется, с железом проблем не имеют. Такая профилактика железа. Да, месяц профилактики дефицита железа. Да, 1 января у нас профилактика майонезом, 1 мая железом. Так, и как же справляются с дефицитом железа, если, например, легкая форма, если какая-то серьезная? Основной инструмент, чтобы справиться с дефицитом железа, вот почему, да, еще часто с этим возникают проблемы у, допустим, терапевтов, нужно найти причину развития дефицита железа. Очень часто допускается такая ошибка, что назначается лечение, а вот над поиском причины никто не работает. И человек вроде принимает препарат железа, есть эффект, но потом снова, да, сталкивается, снова рецидив дефицита железа происходит. И это вот бесконечно замкнутый круг. Поэтому основное, это надо выяснить обязательно причину. И само лечение, это либо препараты для приема внутрь, либо внутривенные препараты, но для них должны быть особенные показания. То есть любому человеку, в любой непонятной ситуации они не назначаются. Для них должны быть определенные показания. А у детей бывают же тоже дефициты железа? Да, да, очень часто. Особенно в группе риска недоношенные дети. Недоношенные детки должны получать профилактику дефицита железа. И в целом рекомендуют всем малышам до года получать профилактику препаратами железа. Понятно, что мы это обычно не соблюдаем, мало кто вообще об этом знает. Но недоношенным 100%. А если есть недостаток железа, то мы питание вообще в состоянии его скорректировать? Допустим, я не знаю, вот на примере. Насколько это не психосоматика, условно, какое-нибудь самовнушение и магия. Когда мне сделали серьезную операцию, я прям такой, типа, буду есть печенку для того, чтобы лучше проходил процесс восстановления. Потому что я подумал, ну, наверное, поскольку весь мой организм тратит энергию и там все, что у него есть на восстановление и на заживление, то, наверное, ему надо помочь. Так это работает или нет? А если да, то почему же мы все тогда не заряжаем воду железом, не готовим в чугунной посуде, вот это вот все? К сожалению, в плане именно лечения это не работает. В профилактике, да. То есть сбалансированный полноценный рацион, да, работает, а лечения нет. Я всегда вот любимый мой пример привожу, что в 100 граммах стейка, такого сочного стейка из говядины, содержится, вот уже сейчас забыла, какая-то микроскопическая доза железа. То есть достаточная, да, если человек регулярно там кушает мясо, молочные продукты, достаточно для того, чтобы поддерживать нормальный уровень железа, но недостаточно, чтобы вылечить дефицит железа. Для этого надо там каждый день есть тонну стейков. Это просто невозможно. Да, и это холестерин такой, конечно. Да, да, да. Приток. То есть там таблетка содержит 100 миллиграмм, стейк содержит там 0,25 миллиграмм, ну, грубо говоря. Нам нужно 100 миллиграмм в день, чтобы это лечебная доза. Вот сколько нужно съесть по 0,25, чтобы набрать 100? Столько стейков мы не съедим. Лучше пить. Да. Таблетки, я имею в виду, они этот самый расплавленный свинец. Что еще, так значит, рацион нам может поддерживать БАДы? Вы вообще в них верите? БАДы такая вот, controversial. Конечно, врачи доказательной медицины, они с пеной рта против БАДов. Для этого есть причины. Во-первых, БАДы, ну, как правило, не проходят каких-то очень качественных медицинских исследований здесь, да, важно слово качественных. Второе, зачастую в БАДах, кроме вот железа, которое нам нужно, содержится еще и большой список микроэлементов, витаминов, которые не нужны этому человеку. В-третьих, зачастую в одной капсуле таблетки БАДов содержание железа, ну, небольшое, то есть, опять же, нелечебное. Это нужно 4-5 таблеток принимать. Поэтому бывают ситуации, когда, если человек пришел ко мне первый раз, мы пробуем начинать с лечебных, с аптечных препаратов железа. Я как бы вот так сходу БАДы не назначаю. Если ко мне приходит человек и говорит, я пробовал аптечный препарат, у меня были побочные явления, мне было плохо, но вот я начал принимать БАД, и эффект есть, и чувствую я себя хорошо, нет у меня побочек, ну, конечно, я не буду там его... Рушить иллюзии. Да-да-да, то есть туда надо подходить адекватно ко всему. Чуточку эмпатии. Да-да-да, ну, конечно, да, если он хорошо себя чувствует, у меня нет побочек, есть эффект. Ну, да, давайте продолжим, ничего страшного. Да, ну, я еще раз напомню, что мы здесь не даем никаких рекомендаций, и что БАДы не проходят проверку правды. Никто из нас не знает, что внутри этой капсулы, сколько там препарата. И я часто сталкиваюсь с тем, что, например, это просто все чисто маркетинг и продажи, потому что там, например, какая-то необходимая доза может содержаться в таком количестве таблеток, которые нужно пить в день, что все забывают их пить на самом деле. Да-да. И это просто вот трата денег. Ну, правда, друзья, не видитесь, не видитесь. По поводу все-таки, верну нас еще в кровь, и терминологию, что такое ферритин? Ферритин отражает запасы железа в организме. И это первый показатель, который реагирует на развитие дефицита железа в организме. То есть, если мы хотим понять, есть ли у нас дефицит железа, мы смотрим ферритин. На него могут влиять воспалительные процессы. Иногда бывает, что ферритин необъективен. Ну, тогда у нас есть в запасе другие показатели, на которые мы можем опереться. Но в основном это ферритин. То есть, такой наш банк железа. Да, да, да. Понятненько. Тогда вопрос, наверное, про кровопускание пиявок. То есть, типа, я правильно понимаю, что у людей теория такая, что, типа, ты как бы вылил плохую кровь, ту самую дурную, а потом твой организм как бы восстановился чистенько и хорошей. Такое возможно, или нашему организму все-таки помощь не нужна? Помощь не нужна, конечно. Конечно, она не нужна, потому что нет плохой крови. Кровь обновляется сама. Продолжительность жизни клеток крови ограничена, и состав крови постоянно меняется, обновляется. Поэтому это хобби. Кому нравится, да, окей. Кормить пиявочек. Ну да. Есть, опять же, религиозные аспекты, хиджама. Ну это да. Я тут, когда готовился, услышал термин про, как еще называют, датчик крови, гемотрансфузия. Да, да. А я услышал, думаю, что за гено-трансмузия. Гемоэксфузия, наверное, эксфузия. Эксфузия, может быть, да. Ну и в общем... Кровопускание по-научному. Да. Но мне послышалась смузия, и я думаю, это интересно было бы, приходишь такой в смузи-бар, и мне, пожалуйста, манго с четвертой отрицательной. Кстати, тоже было бы лечение дефицита железа. Потому что люди, которые часто получают трансфузии крови, которые, допустим, получают химиотерапию или тяжелыми заболеваниями страдают, у них перегрузка железом тоже может быть, когда это регулярные, постоянные, донорские... Вливания, получается. Дефузия донорских компонентов. Эрмасы или развеси, да. Ого. Ну, кстати, насколько я помню, вообще вся эта... Сейчас будет рубрика «Душная справка». Это я сейчас вспоминаю очень сильно абстрактно. Все это же началось в 16-17 веках, когда вообще там пробовали кровь разным животным друг к другу переливать. Пробовали кровь животных людям переливать. Это тогда еще можно было. И все это очень долго как бы шли к открытию того, что вообще есть вот это понятие и донорской крови, и когда там открывали эти первую, вторую, третью, четвертую группу. То есть там столько всего проделано, такой научный труд проделан, и не надо все-таки, мне кажется, здесь игнорировать всю эту науку и возвращаться в 17 век к пиявкам и кровопусканиям. Ну да, в этом просто как бы нет смысла вот какого-то медицинского. Только если человек страдает, есть такое заболевание, редко истинная полицитемия, гематологическое заболевание. Вот при этом заболевании может применяться кровопускание как лечебный метод. Когда ко мне приходят пациенты, я им говорю кровопускание, они на нее так смотрят, подозрительно, а вы точно врач? Скажет что-нибудь на кровавом. Да, то есть, естественно, в нашем сознании это что-то из средних веков, какое кровопускание. Ну, по-научному это называется гемоэксфузия и применяется вот для людей с истинной полицитемией. Кстати, с гемохроматозом, по-моему, тоже. А есть еще такое талосемия заболевания. Это про что? Талосемия — это заболевание, которое очень часто путают с дефицитом железа, потому что они имеют одинаковые совершенно изменения в общем анализе крови. И часто, да, талосемию путают с дефицитом железа. Это нарушение структуры белка определенной. Там она разных бывает, да, да, на двух видах. Альфаталосемия, бетааталосемия. Нарушение структуры белка гемоглобина, которое приводит к анемии. Там, по-моему, гемолиз происходит, небольшой даже. Да, вот такая наследственная типа анемии. Тут же, поскольку про девочек поговорили, наверное, важно затронуть тему беременности. Можно ли готовиться к беременности при железодефицитной анемии? Или все-таки стоит ее выровнять, а потом беременеть? Ну, в идеале, да. Конечно, при планировании беременности лучше сдать общий анализ крови, ферритин, чтобы убедиться, что нет дефицита железа. Потому что на фоне беременности повышается потребление железа организмом женщины, и плацентой, и плодом, и эритроцитами. И железодефицит может усугубиться, перейти в анемию. Лучше быть подготовленным и не иметь дефицита железа на момент наступления беременности. Если вдруг он разовьется уже на фоне беременности, просто будет проще с ним справиться, чем когда он у тебя и был, и еще и усугубился. Вообще странно, что только про одну женщину говорили железные леди. Мне кажется, вам всем столько железа надо, что вы в целом все железные. Да, да, да. Женщины, конечно... Каждая пятая женщина в мире страдает железодефицитной анемией по данным Всемирной организации здравоохранения. А вообще это можно как-то, например, в наследство получить? Я вот сейчас задумался. Нет. Вот я говорила про редкий тип наследственной железодефицитной анемии. Это ирида. Ну, это там один, я не знаю, на миллион. В остальных случаях то есть ты родился, и это чисто твоя какая-то анатомия, такое тело, да? Нет, просто у каждого есть свои причины. Бывают, что просто у женщин обильные менструации. Просто это самая частая причина. Вот у бабушки обильные, у мамы обильные, у дочки обильные. И они все страдают дефицитом железа. При том, что у каждого из них могут быть, возможно, свои причины для этих обильных менструаций. Но это уже вот прерогатива гинекологов с этим разобраться. Раз мы говорим уже и про рацион тоже, мы не можем сказать, что всё-таки регулярное потребление красного мяса это не полезное дело. Всё-таки нужно разнообразить. Да. И белка у нас много всякого доступна сегодня, слава богу. Поэтому красное мясо каждый день всё-таки не есть. Даже если вы испытываете, у вас есть дефицит железа, красное мясо каждый день это всё равно не полезно. Насколько я там помню, это повышает риск возникновения опухолей, ну, онкологии вообще по всем фронтам. Ну, это прямо сладо для ипохондрика сейчас. Да, да. Он такой... Боже, я же вчера ела красное мясо. Говори, и всё. Мне нужно больше паники. Нет, ну, нет, если прям, не знаю, человек фанат красного мяса, ну, каждый день, наверное, да, это слишком. Но в целом просто люди думают, что только красное мясо поможет им не столкнуться с дефицитом железа. На самом деле нет. Любое мясо, и рыба, и морепродукты... Ну, все, гранаты, это тоже такое... Ну, ладно, это вкусненько просто. Сколько же, да, надо пить. Просто должно быть, ну, разнообразно, полноценный рацион. И птица, и рыба, и супродукты. Вот что человек любит, что ему больше нравится из мяса, то он и кушает яйца, молочка, гранатовый сок, гречка. Просто разнообразный рацион. Зелёная гречка. Зелёная. Я обещал. Зелёная гречка, друзья, это та гречка, которая температура никак не обработана. Поэтому есть, типа, пропаренный рис, обжаренная гречиха, и это просто, типа, зелёная гречка. И её можно замочить на ночь, на следующее утро есть, и она не нуждается в готовке. Она такая с сливочного вкуса, как... Если её, например, пробить с бананом, понятно, что это углеводная бомба, но, как бы, если у вас есть запрос на углеводы, то это получается реально как творожок. Можно пробивать её в блендере без банана. Пока она ночью набухает, зародыш пытается прорасти, и он потребляет все простые сахара, крахмал, которые есть внутри, поэтому в ней в основном остаются углеводы, которые не усваиваются нашим организмом. Да. Есть даже исследования, в которых говорят, что если пытаться зелёную гречку много, то она вызывает аутофагию, потому что клетка начинает обновляться, потому что недополучает этих простых углеводов. Душная справка закончилась. Так, и где же она продаётся? Везде, можно везде, даже во всех известных нам сетях. Я вот сегодня делал... Видимо, никто не акцентирует на этом внимание. Я акцентирую. Да-да-да. Каждый выпуск. Но самое смешное, что она стоила раньше в известном нашем зелёном магазинчике на 2В, стоила типа 40 рублей. Сейчас она в два раза подорожала. А, то есть ваш подкаст, они должны вам ещё платить за рекламу. Да, вообще-то из-за меня на неё цены выросли. Не знаю, плохо это или хорошо, но в общем, про неё люди узнали. Я заказываю мешками. Мои друзья знают, что мне на день рождения можно подарить просто... Мешок гречки. Пятикилограммовый мешок. Реально. Я говорю, это лучший подарок. У меня просто расход идёт сразу. Вот я с утра ел блинчики из зелёной гречки. И вообще прекрасно себя чувствую. Ух ты, прикольно. Да, вообще ничего не надо. Без яиц, без всего. Скину рецепт. Всё, договорились. Перейдём быстренько, может быть, коснёмся грустной темы, чтобы понять просто, как это и что это, лимфома или коз. Чем отличается, что это такое? Это грустная тема, но она моя любимая. Это прям вот... Тогда я могу поспрашивать. Об этом я могу часами говорить. Но она такая узкая. Конечно, это нечасто встречается по сравнению с железодефицитом. Не всем интересно. Но это просто... Есть доброкачественная гематология, есть злокачественная гематология. Онкогематологические заболевания, злокачественные заболевания системы крови. Есть лимфопролиферативные заболевания, есть острые лейкозы, есть хронический лейкоз, есть множественные меломы, мелодиспластический синдром, то есть там она тоже делится. На лимфома и лейкоз, да, это вот основные два вида злокачественных заболеваний системы крови. А у меня есть подозрение, что люди и в этом случае приходят уже в основном, когда это прям сильно бросается в глаза или с запущенными случаями, нет? Не всегда, не всегда. Потому что у меня как будто бы есть ощущение, что мы не очень умеем как бы верить, что у нас с организмом что-то не так, и пока вот нога не начала отваливаться, мы не идем к врачу. Такое тоже есть. Такое тоже есть, но сейчас более-менее выявляемость все-таки получше стала. И, наверное, с лимфомами это попроще, потому что особенно, если лимфоузлы увеличились где-то вот на виду. Шейный, надключичный лимфоузл, подмышечный. Доктор посмотрел, если не помогла какая-то антибактериальная терапия, если он не может это связать ни с чем, ни с каким воспалительным процессом, то сразу направляет на биопсию. Ну и при гистологическом исследовании уже сразу все понятно, и дальше человек направляется к онкологу или гематологу. С острым лейкозом он тоже развивается достаточно остро, быстро, и здесь люди, как правило, тоже, конечно, по-разному бывает, но все-таки, даже не знаю, как сказать, с острым лейкозом сложно попасть своевременно, он слишком быстро развивается, заболевание. Этот счет там идет буквально на дни. Про лимфомы вот тоже находил, что и Эпштейн-Барр, и Хеликобактер могут способствовать появлению. Да. Здесь это тоже такая услада для эпохондриков. Подключайтесь, друзья. Сладенькие мои. Сейчас не будем вас пугать. Да, ну, естественно, Эпштейн-Барр, он в антитела можно обнаружить, ну, у каждого там, у каждого второго. Но не у каждого второго, естественно, разовьется лимфома. Просто в патогенезе развития лимфомы, патогенез развития лимфомы, он многофакторный. Эпштейн-Барр, он просто может быть одним из многочисленных других факторов. И также Хеликобактер, он может провоцировать развитие лимфомы, маргинальной зоны, лимфома желудка. Поэтому, да. Маргинальная зона желудка? Да. Маргинальная. Дай мне еще гречки, сволочь. Да-да. Такая, да, агрессивная. Ну, просто-просто это по гистологический такой термин. Да. Ну, лимфома желудка. Поэтому все-таки гастронтерологи, насколько я знаю, они всегда рекомендуют лечить Хеликобактер, особенно если он в высокой концентрации. Да, мы тут уже тоже говорили, я спрашивал, а можно ли до 40 лет делать вид, что его нет, а потом вылезть и сказали, что не прокатит. Да-да-да. Вообще, что еще может повлиять на развитие лимфомы или лейкозы? На появление, на поспособствовать? Ничего, ничего. То есть ни образ жизни, ни... Ну, профессиональный аспект, если человек не работает на вредном производстве, то тоже нет. Как я понимаю возникновение онкологии? Обычно это, значит, где-то случилась поломка или мутация. Одна клетка такая, теперь я раковая, а не роковая. Теория такая, что... Так, ипохондрики включайтесь. Давайте снова. Что каждый день в нашем организме происходят мутации. И наш противобухолевый иммунитет, то есть это не тот иммунитет, который нас защищает от бактерий и вирусов, это другое звено иммунитета, он распознаёт эти мутации и их нивелирует, то есть он работает. Если в каком-то вот звене противоопухолевого иммунитета произошёл какой-то сбой, что-то пошло не так, он перестаёт распознавать, то есть он распознаёт не все мутации, какие нужно, мутации накапливаются, и это может вытечь в онкологическое заболевание. То есть теория такая. Я так как бы максимально упрощённо объяснила. А если при этом в организме происходит какое-то постоянное воспаление, вирусная инфекция, вот те же герпесы и прочее, есть вероятность, что просто, допустим, иммунка угнетена, то повышается риск возникновения мутаций? При вирусных инфекциях навряд ли всё-таки там не такая степень угнетения иммунитета у здорового человека. А вот, допустим, люди, которые получают иммуносупрессивную терапию с аутоиммунными заболеваниями или после трансплантации органов, вот они в группе риска по развитию лимфом, например, лимфопролиферативных заболеваний. Ещё немножко подошнём. Есть такие белки, сиртуины. И ты пока про них там тоже мало исследований. И вот как раз говорят о том, что сиртуины — это те белки, почему за них взялись тоже за исследование, потому что как бы возможно помогут остановить старение. Вот. И это якобы они как раз стоят на фейс-контроле и отсматривают, какие клетки ну, немножечко не проходят и уже не слегка мутировали. И вот их как бы глазомер с возрастом нашим ухудшается, поэтому они периодически пропускают уже вот эти там, ну, не самые идеальные клетки. И так мы стареем, и якобы из-за этого ещё могут они пропускать. Ну, это такое, типа... Ну, теория, гипотеза, да, пока что, да. Но говорят, что зелёная гречка способствует... Все быстро за зелёной гречкой. Да. Значит, обновление белков сиртуинов, ну и, в общем, там ещё в Германии какие-то препараты разрабатывали, и дальше, по-моему, лечили, как-то пытались над ковидом справляться. Может быть, да. Может быть, со временем появятся какие-то качественные результаты каких-то хороших исследований. Кто знает. Ждём, ждём. Сейчас хочется включить рубрику «Скорее идиотские вопросы», потому что про анемию мы поговорили. Я не знаю, может быть, если есть что добавить. Я просто как человек, который росомаха, вообще не знаю, что это такое. Да, в принципе, наверное, нет. Просто для... Если нас слушает много врачей, то, ну, чтобы не забывали попробовать отыскать причину или направить к гематологу вот в плане дефицитов железа. Вот обязательно надо причину найти. Кстати говоря, вот после коронавируса очень многие начали говорить о том, что плохо, густая кровь-то плохо. Я сейчас, может быть, это свяжу очень зря, но как будто бы... Я не знаю, насколько у меня густая кровь, но я человек, которому вот взяли кровь из вены, и мне можно ничем не мазать, у меня она сразу же прям схоп, и ничего не течёт. Это плохо или хорошо? То есть у меня... Это обычно, то есть... Это не является признаком... Я испортили меня в жизни, я думал, что я эксклюзивный. Нет, это вообще частая история, когда пациенты приходят и говорят, мне медсестра сказала... Так не должно быть. Что у меня очень густая кровь, она не может у меня в шприц набрать. Он гнётся просто. Да, да, и меня срочно направили к гематологу. Нет, на самом деле это абсолютно не показатель. Это не показатель. А что тогда густая кровь? Потому что после там вакцинации, на фоне вакцинации, на фоне ковида, очень много было разговоров про то, что сгущается кровь, краски и тучи. Есть заболевания... То есть вот реально густая кровь, когда именно повышается концентрация... Мы же, да, говорили, что есть плазма и есть те форменные элементы крови. Соответственно, кровь может стать густой, если или стало мало плазмы, или стало слишком много форменных элементов. Да, поэтому она стала вязкой и густой. Поэтому есть заболевания, про которые я уже говорила, это истинная полицитомия, когда становится очень много эритроцитов. И действительно, вот это, можно сказать, густая кровь. Для смыслы подходит? Да, да. Таким вот как бы простонародным языком. То есть всё остальное – это норма? Да, всё остальное. То есть, да. Ну и есть заболевания просто, которые повышают... Которые связаны с высоким риском тромбозов. Там наследственная тромбофиленция, фсулипидный синдром. Но это уже тоже отдельная история. Здесь дело вообще не в густоте крови. Просто там задействованы другие механизмы. И есть просто люди, которые ведут не очень хороший образ жизни. Допустим, там сочетание злостного курения, ожирения, малоподвижного образа жизни... Злостного потребления алкоголя. Алкоголя и варикоза – это тоже риск развития тромбоза. Но не потому что густая кровь, потому что вот очень много факторов риска. Нет, это всё густая кровь. Ну да, аркозь широкая. Так, ну, кстати говоря, насколько вообще тромбы и тромбозы может быть часто зависит от рациона и от образа жизни. Потому что вроде как тот холестерин, который мы можем контролировать, это всего 20% вообще зависит от нашего питания, насколько я помню. То есть всё остальное – это накопительный эффект за все годы жизни. То есть если ты не один год не зожник, а когда ты уже десятый год не зожник, то вот тогда появляется история с тромбозами. Да, здесь индивидуально, конечно, очень по-разному. И дело не только в холестерине. Это сочетание, как правило, каких-то неблагоприятных факторов. Сахар вроде тоже накапливается, в смысле повышает уровень... Когда повышается уровень сахара в крови, то вроде кровеносные сосуды тоже страдают. Да, ну у людей с сахарным диабетом, да, естественно, если у человека есть воспалительное какое-то хроническое заболевание, в принципе, ну, конечно, зависит от этого заболевания, от того, насколько оно там компенсировано, декомпенсировано. Но это тоже может быть риском тромбоза. И, как правило, с течением жизни просто человек набирает вот по нескольку этих факторов жизни, факторов риска. И в один прекрасный момент... ...возьму-ка я себе ожирение, возьму-ка я себе курение, возьму-ка я себе там еще что-нибудь... И тромбоз на кассе на дачу. И тромбоз, да-да-да. Ну или какой-то просто триггер появляется, что человек заболел, лег в стационар, и вот это как бы в совокупности с его всеми факторами, которые уже есть, это вот раз и спровоцировало. Это тромбоз, боли или тромбоз. А вот когда появляется какое-то закупоривание сосудов, сердце должно работать сильнее, чтобы кровь гонять через эти все узкие сосуды? Если речь про тромбоз, то зависит от того, где он произошел. Если это в вене, например, нижней конечности, то там просто нарушен отток. А, вены — это отток артерии, это в сердце. Да-да-да-да. А если сонная артерия, например, у меня просто у приятеля такая история. Тромбоз сонной артерии? Наверное, там... Ну, во-первых, да, наверное, человек сразу должен чувствовать какие-то глобальные симптомы, и при любом тромбозе начинает работать коллатерали. То есть это же не единственная там артерия или вена. А, это дублеры. Да, есть еще... Дублер, да. Дублер, скат. Дублер, да. И организм пытается компенсировать это через коллатерали. Вот это интересно, конечно, как наш организм устроен, что он все может сам... Да, но не всегда, естественно, не всегда он способен это скомпенсировать. Зависит от того, какой сосуд, насколько он важный, крупный и так далее. Ну, тогда и давление, соответственно, кровеносное повышается, наверное, да, когда это все нужно прокачивать как-то? Не всегда. Нет, нет. А вопрос от высокого человека. Рост влияет как-то на движение крови? Что сердцу надо больше качать, потому что вот пока там на эту высоту поднимешь? В принципе, нет, потому что все равно человек уже адаптирован, и у него все гармонично, размеры органов. Это же не такая разница, там, метр восемьдесят или пять метров, или десять метров. Таких же людей не бывает. То есть разница, она все равно достаточно варьирует в пределах каких-то норм для человека, и поэтому... У меня в детстве был воскулит. Можем, наверное, тут тоже позвать ипохондриков, послушать, что это, потому что я помню, что мне просто запретили двигаться врачи, потом... Ну, сначала меня положили на неделю в больницу, мне нельзя было ходить. Вот. А потом, когда я пытался выпрямить перегородку первый раз в своей жизни, мне как раз это стало причиной, когда мне нужно было обходить врачей, чтобы точно разрешили операцию. Что это за заболевание такое? Здесь нам нужно позвать ревматолога. А, да? Да, это тоже очень частая история. Когда путают врача, часто приходят, у меня геморрагический воскулит. Особенно, если это геморрагический воскулит. То есть слово геморрагический, значит, гематологу, да. Нет, это ревматологическая патология. А здесь геморролог? Мне кажется, как-то к нему с другими вопросами приходят. Да, нет-нет-нет, здесь вот геморрагический воскулит, это, да, такое название, но этим занимаются ревматологи. То есть эта проблема была не в крови? Нет, нет-нет, это ревматологическая. Вторая, так, чтобы народ посмешить, вторая часто, когда путают врача, приходят вместо гепатолога к гематологу. То есть одна буква отличается, и человек ко мне приходит, выкладывает кучу обследований по печени, фибро-тамоластография, какие-то гепатиты. Выкладывает печень. Да, я во всё это копаюсь, копаюсь. Ну разберитесь с ней уже. Я говорю, слушайте, такая, что вообще как бы жду, где же тут анализы крови, а потом оказывается, что он вообще к гепатологу хотел. Ну немножечко там, или администратор, да, его не расслышал. Потому что одна буковка такая. Ну, в общем, рядышком, да. Продолжая тогда глупые вопросы. Что, откуда и как может всосаться в кровь? Потому что вот эта вся история, там, не знаю, много мифов вот этих застольных особенно, что алкоголь быстрее всасывается в кровь, если есть его со сладким и так далее. Вот как это, что вообще реально может всосаться в кровь? Ну, всё, что попадает в желудок или кишечник, я думаю. Ну, опять-таки, не сразу, наверное. Ну, твёрдый предмет, конечно, не всосётся. Так что глотайте гайки, не бойтесь. Да, ну, когда он там разложится до необходимых элементов, что-то, конечно, всосётся. То есть всосаться, в принципе, теоретически может всё, что угодно. Ну, не всё, что угодно, а всё, что... Да, такой заковыристый вопрос. Всё, что может пройти, наверное, межклеточное пространство. Ну, типа перевариться. Разложиться вместе с соляной кислотой, там, вступить в реакцию. Ну, тогда вот алкоголь, наверное, здесь будет всех особенно интересовать. Просто, ну, вот эта история про... Он же всасывается вроде как и во рту, и в желудке, и в кровь попадает. Ну, вообще попадает в кровь? Алкоголь, да, конечно. Вот. И туда же у нас мы можем, наверное, отнести и кофеин, и никотин. Ну, да, наверное. И это, правда, всё можно обнаружить в крови? По поводу никотина... Просто есть же история... Я почему спрашиваю, очень многие, когда застолье курят, или там, когда кофе курят, а что-то из этого расширяет сосуды, что-то из этого сужает сосуды, что-то... Как оно... Ну, как бы, насколько это всё... Там мы можем определить в крови, насколько это вредно, я не знаю. Ну, здесь, наверное, дозависимый эффект, смотря в каком количестве это всё употребляешь, и как часто. Но в целом, да, мы можем, наверное, обнаружить в крови какие-то... То есть мы вдыхаем сигаретный дым лёгкими, сосуды лёгких, да, что-то из этого дыма могут проникать через сосудистую стенку в кровь, и мы можем, да, какие-то... Что-то там, да, выявлять, составляющие. Я просто думаю, сейчас была новость про то, что какой-то гидрогель изобрели, который будет с алкоголем там справляться в Японии. И очень многие у меня, конечно, друзья обрадовались эту новость, увидев у меня в канале, что типа, ура, наконец, потому что все мучаются от похмелья. И вот это содержание алкоголя в крови влияет как-то на похмелье и на состояние человека? Вот это известно? Есть что-то такое? Ну, да, конечно, если человек много выпил, да, большую дозу... То это он не переработался. Да, происходит просто интоксикация. Это как отравление алкоголем, можно сказать. И поэтому возникает потом плохое самочувствие. Есть очень много всяких теорий, что якобы из косметики тоже в нашу кровь там что-то проникает в организм. Это реально что-то из кожи? Да, я слышала разные теории. То есть это всё не что-то там подтверждённое. По крайней мере, я не видела, не читала. Но были такие исследования, гипотезы, что, например, использование румян или какой-то определённой категории румян может как-то влиять на риск развития рака яичников, например. То есть это не означает, что у всех, кто использует румяна, развиётся рак яичников, но это просто какой-то процент риска повышает. Поэтому вот, да, такие теории видела. Ну, то есть в целом, если мы питаемся, то и, наверное, через кожу, если каждый день одним и тем же обрабатывать и долго там в этих румянах ходить или кремах, то, наверное, что-то попадает. Ну, да-да-да. Нет, конечно, впитывается через кожу, попадает в кровь, но в малых количествах, и, да, то есть это не должно быть токсичным, не должно в целом наносить какой-то глобальный вред здоровью. Ну, по крайней мере, вот, да, есть какие-то там теории, но доказанных... И подтверждённых теорий нет. Да, я не видела. Я читал на «Нью-Йорк Таймс» и думал даже перевести эту статью сначала к тушке всех канала, а потом понял, что это прям совсем местечковая история. В Америке там у них прям есть отдельная организация, которая занимается... Вот она ангажированная вроде как, и поэтому, собственно, там с ней все воюют, но тем не менее она занимается, собственно, выявлением нарушений всяких вот установленных правил, условно, ГОСТов. Вот там, допустим, крем-СПФ, что в нём содержится, насколько он действительно прошёл все проверки, насколько они, ну, состав соответствует действительности, безопасны ли там все ингредиенты. И они так ко всему придираются, там, от БАДов до продуктов питания, до кремов. Это FDA. Да, и ещё какая-то там есть тоже у них. И, не, это была вот именно какая-то то ли частная она, то ли вот это прям такое, типа... Я помню, что очень много споров, потому что она именно кому-то принадлежит, и что это, типа, кто-то заинтересованный. Не государственный. Да, но тем не менее они там и про одежду даже говорят, что вот, типа, одежда тоже может влиять, и что-то из одежды тоже в наш организм может попадать. Насколько я знаю, всё-таки вот рекомендуют стирать одежду новую, которую ты купил в магазине. Потому что сейчас вот не могу, вот как-то точно не могу сказать, но она обрабатывается какими-то красителями, то есть она с фабрики. Свеженькая. Свеженькая, да. И через неё могут там оседать на коже, как-то там проникают, да, какие-то микрочастицы. Естественно, это ни о чём не говорит. Естественно, да. Но желательно... Срочно ваша тесто нас отравит. Ага-а-а. Срочно бежим стирать всё. Вот. Но желательно всё-таки, да, стирать. Правильно ещё, что там с нашей кровью происходит. Очень много всяких марафонов, мастер-классов и пять способов разогнать лимфу. Нужно ли её разгонять? Где она у нас есть? Что это вообще такое? Лимфа, да, это... Есть лимфатическая система, есть кровеносная система, есть лимфатическая система. И разгонять лимфу не надо. То есть у здорового человека... Ну, естественно, любой человек должен вести активный образ жизни. Разгонять и кровь, и лимфу, и вообще себя, жир свой, свои анебоцитики. Естественно, должен быть активный образ жизни, но какие-то специальные мероприятия для здорового человека не нужны по разгону лимфы. Закрываем марафоны. Да, там массажик. Ну, не, это приятно, но вот специально этим озадачиваться и зацикливаться на этом не нужно. А токсины в крови есть? Вот у нас просто подкаст такой. Есть токсины, да. И все тут тоже... Только у токсичных людей, у токсиков. Это мы. Ну, просто, опять-таки, все все время пытаются их найти, изгнать отовсюду, что они копятся. Что? Нет? Нет, 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 нет. Если у человека нет отравления реально токсичным веществом, то, конечно, нет. А все, что мы потребляем, дышим, мы... С этим всем справляется печень. Бедняжка, да. Почки. И ничего дополнительного не нужно. Просто нужно, скорее, направлять свои действия на профилактику. Следить за своим образом жизни. Что мы кушаем, что мы пьем. Я не сторонник. Я не душная, честно говоря. Я не сторонник бить себя в грудь, в спину рта, говорить, не курите, не пейте. Нет, просто все должно быть в меру, без фанатизма. И никакие специальные там детокс-системы. Просто убривайте раньше. Не обязательно. Ну да, не обязательно. Нет, тут все в меру, конечно. Должно быть. Если человек там выкрыл сигаретку под кофеек, если он злостный курильщик, это разные вещи. Но никакие специальные детоксы там не нужны. Просто лучше регулярно, нормально образ жизни вести, питаться, чем жить, как живешь. А потом раз, такой, месяц детокса. Ну все, теперь можно снова начинать жить, как раньше. Да, они вообще такие, я уже тоже про это говорил, что все эти стрессы для организма не нужны. Да, нет. То типа суперзож на месяц, то полный кутеж. Это лучше днем зож, вечером кутеж. Вот баланс. Должен быть баланс, правда, да. Да. Про, наверное, про такой важный, наверное, для беременных вопрос, насколько он к вам не знаю, есть такой случай, как резус-конфликт у мамы с ребенком. Что это такое и насколько это опасно сегодня? Ну сегодня это относительно безопасно. Что это такое? Это когда у мамы, значит, у нас есть группа крови и есть резус-антиген. Это такой белок, который определяет вот резус нашей крови. Если он есть у нас, то он положительный, если его нет, то у нас кровь отрицательная. И если у мамы отрицательный резус, а у ее супруга положительный, и если она беременеет положительным плодом, резус-положительным, то у них может случиться резус-конфликт. Звучит как тема для психологического подкаста. Да-да. Конфликты начинаются еще... В утробе. Чуть не родился уже конфликт. Психологическая травма. Дело в том, что попадает кровь ребенка в кровь матери. Ну, они же, да, связаны. То есть кровь может попадать. И так как для крови матери, для организма матери этот резус-антиген, это что-то новенькое, то есть это что-то чужеродное, незнакомое, то организм матери вырабатывает к этому антигену антитела. Ну, вот по типу, как к ковиду мы там антитела вырабатываем, к вирусам-бактериям, так тут антитела к этому антигену. И в первую беременность все может быть хорошо. Проблем не будет. Но во вторую беременность, если мама вновь забеременеет положительным, резус положительным ребенком, плодом, то у нее уже есть антитела. И когда кровь ребенка, плода попадет в кровоток матери, эти антитела будут атаковать эритроциты ребенка. И у ребенка может развиться даже уже внутриутробно тяжелая гемолитическая болезнь, тяжелая анемия. Когда антитела матери, которые выработались еще тогда против резуса, разрушают эритроциты ребенка, на которых есть этот резус, они его распознают как чужеродное что-то, атакуют, эритроциты разрушаются, у ребенка развивается гемолитическая болезнь, гемолитическая анемия. Этого всего можно избежать, если в первую беременность вводить антирезусный иммуноглобулин на 28-й неделе. То есть определяют, нет ли у мамы уже антител к резусу, антирезусных антител, и вводят иммуноглобулин для профилактики гемолитической болезни во вторую беременность. Во вторую беременность просто, если это опять же там, мониторится кровь мамы на антирезусные антитела, можно определять внутриутробно антирезус плода, и если, и тоже там на каком-то сроке, на 28-ми неделях, по-моему, вводят тоже антирезусный иммуноглобулин, и в первые 72 часа, если не ошибаюсь, тоже вводят антирезусный иммуноглобулин маме. То есть профилактика основная это антирезусный иммуноглобулин, главное про это не забыть, и даже если у мамы было, допустим, прерывание беременности или выкидыш, все равно этот антирезусный иммуноглобулин должен вводиться, если мама резус отрицательный, а папа резус положительный. А если оба отрицательные, то это вообще все прекрасно, и можно вообще забыть про это. И семейка у вас негативная. Можно об этом вообще забыть. У вас и так там все токсично. И финально я слышал, что из-за того, что происходит старение населения, доноры это все-таки молодые люди, то, возможно, в будущем может не хватать крови, что якобы нужно все-таки агитировать за донорство, потому что нам она всем скоро понадобится. Нет, ну, я не думаю, что настолько состарится все население, что вообще не будет доноров. Скорее, крови может не хватать, компонентов крови, в связи с тем, что низкая осведомленность, низкая... Мотивация. Мотивация, да. Мотивация низкая только в связи с этим. И на самом деле это может... Ну, то есть, смысл в мотивации, в привлечении доноров. То есть так, что не будет молодого населения, не будет доноров, но такого... Такое... Надеюсь так, что такое невозможно. Если только люди вообще перестанут рожать. Ну, да, надеемся, что да. Такого невозможно. Мне кажется, положительный финал. Да. Что еще мы можем сказать? Может быть, чего мы не упомянули? Можно еще сказать, раз уж затронули тему донорства, то это донорство костного мозга. Как человек, который работал в отделении острых лейкозов, трансплантации костного мозга, в отделении, где проводится тяжелая химиотерапия, и есть регулярная потребность в переливаниях крови, конечно, я хочу всех сагитировать на то, чтобы люди не оставались равнодушными, занимались донорством, если нет противопоказаний, и в том числе костного мозга, потому что многие думают, что это опасно для здоровья. На самом деле нет, просто низкая осведомленность. Люди вообще не понимают, что это такое. Кажется, как будто кости разрезают. Да-да-да. Я тоже так думала, когда я еще не стала врачом, студентом. То есть они пилой вырезают из меня позвоночник и отдают другому человеку? Нет, нет, нет. Это абсолютно безопасно. И вообще вероятность, что ты станешь донором... То есть чтобы войти в регистр, нужно просто капля крови или соскоб слизистой щеки. И вероятность, что ты кому-то подойдешь когда-нибудь, она равна чуть ли не одному проценту. И если ты подойдешь кому-то, тебя там 100-500 раз переспросят, там будет несколько этапов, и если ты в какой-то момент откажешься, никто не будет тебе задавать вопросов, как-то тебя негативно... Ловить ночью в парке. Окей, не хочешь, все, не будет никаких проблем. Немножко совесть погрызет, и все. Да, но это очень важная тема, потому что иногда это, как бы там высокопарно ни звучало, это действительно единственный способ спасти жизнь человеку при некоторых заболеваниях, это пересадка костного мозга. И когда мы понимаем, что мы можем спасти, а нет подходящего донора в регистре, и человек просто умирает на глазах, это ужасно. Евгения Медведовская, врач, гематолог, онколог и кандидат медицинских наук, была сегодня у нас в гостях. Спасибо, что пришли. Спасибо огромное. Всем хорошего дня. Не болейте. Это был подкаст «Накопились токсины» и его ведущий душный зожник Игорь Кун. Услышимся в следующий вторник. писывайтесь на наш канал.